Здравствуйте, уважаемые коллеги! Позвольте представиться. Эльвина Ахнафовна Салихова. Я работаю в ФИИСКО-техническом университете. Но вот тема, которую я предлагаю вам для обсуждения, она заинтересовала меня прежде всего, наверное, потому что когда-то свои дипломные в университете, затем кандидатская диссертация, были посвящены как раз детской речи, обогащению лексикона детского. Далее уже, конечно, в динамике, в развитии я касалась проблем онтогенеза, то есть развития речи с детства, геронтогенеза, уже захватывая возраст пожилых людей в динамике во взрослом возрасте. Но вторая, наверное, даже субъективная причина, которая у меня поспособствовала обращению таких методик, новых каких-то технологий в работе с детишками дошкольного и младшего школьного возраста, это, конечно же, появление в моей семье малыша позднего, сейчас ему три годика, как раз самый такой возраст, который тоже способствует такому творческому подходу для того, чтобы развивать речь и у собственного ребенка. Я буквально в двух словах скажу, что завершала я Башкирский государственный университет, филолог, есть скромные достижения, представленные вам на сайте, и на сегодняшний день такие реализации проектов, которые, считаю, крупными в своей научной, научно-технической жизни, которыми я хотела хотя бы частично поделиться и с вами, и с подобными вашей аудиторией. Мне хотелось бы уточнить сейчас, чтобы комфортно провести наше обсуждение, изложение материала, мой комментарий, пожалуйста, зажгите костры связи, хорошо ли меня слышно, видно, нет ли помех с точки зрения видеопредставления, есть ли какие-то помехи? Помех нет, да? То есть можно продолжить в таком режиме работы, да? Так. Просто первоначально возникали, видимо, связанные со связью помехи, которые могут вас просто отвлекать. Если вы не возражаете, я могу видео отключить, начать уже комментарий по предлагаемой презентации, которую я с удовольствием вам перешлю, и, как сказала уже Татьяна, вы сможете ее скачать. Пока я, наверное, видео уберу, чтобы вы не отвлекались на возникающее что-то с видео, помехи, и мы начнем с вами обсуждение. Итак, мне бы хотелось в том, что вообще обучение в форме игры в таком возрасте, как дошкольный и даже младший школьный возраст, элементы игровые используются в методиках преподавания, конечно, это замечательная творческая возможность для педагога, воспитателя очень оригинально организовать жизнь своих воспитанников. Квест приглашает обычных детей, как я заявляла, предлагая вам анонс, отправиться в взаимательное путешествие, если уж метафорически выразиться, в страну знаний, окунуться вот для них, такой таинственный мир, подготовленный нами взрослыми, мир загадок, приключений, который, конечно, требует проявления смекалки, настойчивости, прочувствовать себя такими вот первооткрывателями в каком-то смысле, исследователями. Ну, а нам, педагогам, конечно, позволяет легко реализовать цели и задачи развивающего обучения. Если говорить о квесте, как об организации, такой форме организации детских мероприятий, направленных на то, чтобы развивать речь в частности, то, конечно, это игра командная. Она включает различные задания, в том числе соревновательного характера, и должна иметь определенные сюжеты. Чем отличаются детские квесты? Это прежде всего наличием тех заданий, которые затрагивают самые разные области знаний и умений. Вплоть до физических соревнований, например, эстафеты, ну, прежде всего, это интеллектуальные викторины, которые могут способствовать развитию речи. В условиях современного начального образования, конечно, появилось много тенденций, которые заставляют нас задуматься над состоянием речевой подготовки детей уже в детском саду, как определенное звено, способствующее далее социализации ребенка в школьном возрасте. В настоящее время младшие школьники сталкиваются с большим числом предметов, которые отличаются, конечно, от игровой обстановки, которые бытовали в детском саду. И обучение требует от ребенка использования таких навыков, как связная речь. Но с учетом быстро развивающейся цифровизации, мы хотим этого или нет, но все-таки вовлекаемся в эти активные процессы, изменяется количество звеньев в речи мыслительной деятельности. Конечно, это тема для отдельного разговора, но, тем не менее, мне хотелось бы сказать, что вот та цепочка, которая включает восприятие, осознание, осмысление предлагаемой информации, неважно, это устная или письменная, ее осознание, и как результат продукт вот этой речи мыслительной деятельности уже реакция на нее. Вот эти звенья сейчас сокращаются, редуцируются, к сожалению. Связано это и с цифровизацией, и с дегитализацией, то есть с разными экстра-лингвистическими факторами, которые достойны, конечно, отдельной темы для обсуждения. Квест был предложен еще в 90-х годах прошлого столетия. Свою роду это путешествие к цели, через преодоление трудностей и испытаний, такая универсальная, скажем так, игровая технология, которая позволяет построить синтез обучающих и развлекательных программ. Ну, вообще, когда я изучала эту технологию, готовясь и к вам, и для себя лично, и для меня это напомнило старую, забытую игру моего возраста, так называемые секретики или казаки-разбойники, но на новый лад, естественно, с учетом всего того, в чем пребывают наши современные дети. Значение квест-игр подробно я вам представляю на текущем слайде, но мне бы хотелось обратить особое ваше внимание на такие компоненты, которые, посмотрите внимательно, связаны с обучением, умением планировать и прогнозировать. Это как раз вот те самые этапы в мыслительном процессе, которые, к сожалению, редуцируются в связи с тем, что современная наша обстановка информационная, в которой и дети наши активно вовлекаются, она способствует большему усвоению и потреблению информации, но меньшей переработке ее, что, конечно же, в памяти оставляет минимум в объеме того, что хотелось бы, чтобы усвоили наши дети. Игра как раз позволяет заложить основы самоанализа, но и, с другой стороны, воспитывать навыки коллективного сотрудничества, потому что, опять-таки, наша возможность общаться дистанционно, в том числе и через различные гаджеты, которым приучают активно взрослые, деток младших, начиная с игр и прочее, они отнимают, может быть, не побоюсь этого слова, ту возможность общения, которая, конечно, у детей должна быть. Второй момент, на что мне хотелось бы обратить внимание, это создание благоприятной эмоциональной среды, которая способствует релаксации, с нитью нервного напряжения и психологического напряжения. Почему? Потому что я объясняю это тем, что квест-игра реализуется в форме своеобразного сплава всех образовательных областей, поскольку во время решения поставленных задач происходит практическое соединение разнообразных видов деятельности, которые я тоже вам перечисляю, вот зеленым шрифтом выделено на слайде. В дошкольном возрасте, как вам всем известно, освоение речи как средство общения является центральной линией развития ребенка. Почему? Потому что речь меняет его отношение к окружающей действительности, выводя, прежде всего, из ситуативной или ситуационной зависимости. Квест как раз предполагает создание той игровой ситуации, когда в процессе речевого развития формируется высшая форма познавательной деятельности, способности к понятийному мышлению. Несмотря на то, что абстрактное мышление начинается в среднем школьном возрасте, потому и вводятся предметы, связанные уже с геометрией, с физикой, требующие как раз абстрактного общения, но вот уже в детском садике закладываются основы абстрагирования. Значение слова, как элемент усвоения, пополнения лексикона и усвоения такой единицы, как значение слова, уже само по себе является обобщением. Это некий элемент обобщения понятийного. И в связи с этим представляет собой не только единицу речи, но и единицу мышления. Конечно, они не тождественны. Они возникают в какой-то степени даже независимо друг от друга, но в процессе психического становления ребенка возникает сложное качественное единство. Это речевое мышление. Обладение способностью к речевому общению создает предпосылки для специфических человеческих социальных контактов, благодаря которым формируется представление ребенка о окружающей действительности. Говоря о задачах квест-игр, я бы хотела отдельно прокомментировать то, что вам представлено далее визуально. Одним из важнейших условий развития речи, а также усвоения сложившейся в обществе системы оценок, является непосредственно общение ребенка со взрослым. Конечно, это аксиома, принятая априори, мы все это с вами знаем, исходим из этого и пытаемся свои методические приемы построить из такой вот биномы, да, ребенок и взрослый, в том числе и в общении. И усвоение сложившейся в обществе системы оценок является, конечно, общение, качество общения ребенка со взрослым. Это помогает детям усвоить новые знания, закрепить ранее изученные. И это не говорит, конечно, о том, что речь это только подражание чужим словам или запоминание определенных штампов. Нет, ни в коем случае. Это говорит о том, что речь ребенка развивается в живом непосредственном общении со взрослым. Ребенка подключается в диалог, причем не только словесно, но и своими действиями, мыслями, своими эмоциями, чувствами. Поэтому так важно создать комфортный эмоциональный настрой, способствующий личностной реализации ребенка. Именно в этом общении начинает формироваться способность самосознания и самооценки. Формирование этих способностей, а также взаимооценки и взаимоконтроля предполагает уже овладение и определенными речевыми действиями, которые в совокупности составляют не что иное, как речевая деятельность. Поскольку с указанными ранними видами деятельности напрямую связаны и приемы, актуализирующие именно действия речевые, составляющие речевую деятельность. А вот смотрите внимательно, такие приемы, которые я перечисляю, они в своей основе также базируются на элементах речемыслительных. Чего бы мы ни коснулись, театрализации или арт-терапии, или каких-то викторий, все это, конечно, обусловливает ту обстановку, которую ребенок может, должен и может себя раскрывать с речевой точки зрения. Говоря о методике организации проведения квест-занятия для школьников, школьников младшего звена, понятно, что с точки зрения локальной можно и в детском саду, можно перемещаться из групповой комнаты, скажем, в спортзал или в зал музыкальных занятий. Если есть музеи или библиотеки, на природе, во время прогулки или экскурсии, элементы квест-игр всегда активно подхватываются детишками, потому что это основа увлекательности, это некая загадка, тайна, которая всегда интересна детям. К квесту, как говорится, все возрасты покорны, он практикуется и в младших группах, но диапазон интересных, сложных или простых заданий, конечно, расширяется по мере их взрослений. Старшие подошкольники обычно с восторгом воспринимают такую интересную форму игры, как геокешинг, игра с элементами ориентирования на открытые местности, сценарий которой можно, например, связать с тайными сокровищами пиратов и так далее. Но прежде чем организовать квест-игру, естественно, нужно поинтересоваться, и важно увидеть, какие в поле зрения мультфильмы, сказки активно уже усвоены вашим контингентом для того, чтобы они, конечно, знали этот сюжет и активно играли в это. Ну вот психологи определили следующую продолжительность, представленную вам на слайде, проведение квест-игр в зависимости от особенностей восприятия детей. Ну и, как вы видите, составляют разницу от 10 до 20 минут в младших, средних и старших группах. Говоря о типологии квестов, обычно различают линейные, это задания, которые связаны по принципу одной логической цепочки, такие вот звенья. Есть штурмовые квесты, когда команды получают задачу, получают подсказки от испытателей, при педагога, и по пути двигаются к цели, определяют самостоятельно некий маршрут. Ну и третий тип – это кольцевые квесты, представляющие круговой аналог первого линейного типа квеста, когда команды отправляются в путь из разных точек, и каждый из них следует по своему маршруту к некой конечной цели. Ну, наиболее популярными, доступными, скажем так, для дошкольников игровыми вариантами, конечно, являются бродилки, проекты, головоломки. Вот, скажем, основная идея коллективной игры бродилки предельно проста. Команды перемещаются по пунктам игрового маршрута, выполняют задания, но причем они должны быть взаимосвязаны логически, и могут пользоваться, конечно, подсказками после того, как справились с одним видом задания, и переходят к следующему испытанию. Вот такой именно способ игрового приключения дополнительно мотивирует не только исследовательскую, познавательную их потребность, но, конечно, и речевую активность маленьких участников, которые, как правило, комментируют каждый свой шаг или задают уточняющие вопросы, могут выразить свои эмоции, иногда даже и поспорить. Ну, конфликты, конечно, нужно сразу пресекать в виде игры. Какие задачи для развития речевого, развивающей речевую основу человека предполагает квест-игра? Какие именно задачи, о которых я заявляла в анонсе? Их немного, я могла бы перечислить их и по подвидам, но остановлюсь на тех, которые фундаментируют речемыслительную деятельность и составляют базу для комфортной социализации детей в дальнейшем. Вот, на мой взгляд, это, прежде всего, конечно, создание развивающей речевой среды, которая учитывает и возрастные особенности деток, уровень их речевого развития, их способности и интересы. Здесь можно, конечно, задание подбирать, подбирать с учетом этих факторов. Вторая задача – это развитие всех компонентов речи, как следствие развития связной диалогической или монологической речи. Ну и, конечно, решение этой задачи должно иметь интегрированный характер, поскольку все компоненты развиваются в тесной связи с друг с другом. Ну и третью задачу, которую я определяю для себя лично, это мотивацию детей к высказыванию. Есть такие скромняшки, что боятся что-либо сказать, или их перебивают более активные детишки. Вот не только говорить, высказываться, но, конечно, еще развивать такую способность, как слушать. Слушать, с верстников и корректно поправлять возникаемые ошибки в речи. Этапы прохождения квеста я также подробно вам здесь представляю, чтобы вы могли потом с точки зрения методики для себя это оставить. Визуально ознакомиться вы можете уже сейчас. Ну вот я бы хотела сказать, что в целом игровые события квеста разворачиваются в определенной последовательности. И, на мой взгляд, они должны синхронизировать с этапами речевого развития дошкольников или младших школьников. Почему? Синхронизировать с тем, что это все-таки процесс. Процесс, который и в содержательном, и в организационном аспекте зависит от того, какие цели и задачи мы с вами ставим. Понимание сущности речевого развития дошкольников как процесса, на мой взгляд, имеет большое значение для того, чтобы обвести его эффективность. Как вы помните, главный фактор для развития речи ребенка это умение и желание общаться с окружающими его людьми. Существование речи не сводится только к тому, чтобы выразить свою мысль или эмоцию. Можно просто поддержать приятный разговор. Не приходится сомневаться в том, что хорошо будет разговаривать тот ребенок, с которым много разговаривает взрослый. Именно взрослые помогают научиться разговаривать и от них зависит, насколько правильно он это будет делать. Результат развития речи зависит, конечно, от многих причин. Прежде всего, от социальной среды. И с точки зрения Лидии Прокофьевны Федоренко, известного вам, наверное, многим методистам, для нормального развития связанной речи детей, а следовательно, для их развития интеллекта эмоционально-волевой сферы, необходимо, чтобы окружающая их речевая среда обладала достаточными развивающими возможностями, так называемым развивающим потенциалом. И вот этот потенциал, я уверена, определяется богатством речи окружающих. Вот той активностью ребенка, к которой мы его вовлекаем в процесс обучения и его способности к этому обучению. Вот квест-игра, она как раз является одной из форм для того, чтобы уметь, иметь возможность развить речевое мышление с точки зрения реализации этой способности. Примеры оформления игровых маршрутов я предлагаю вам на следующем текущем слайде. Их можно разбить на разные, конечно, вот насколько вашего воображения хватает, в разные виды. Ну, скажем, маршрутные листья, в виде ребусов, кроссвордов, можно с очень простых начинать, которые как раз могут и стать подсказкой, куда дальше двигаться. Это может быть волшебный клубок с участием известных персонажей, скажет, как подсказок, когда мы можем в схематичной форме опять-таки указать, куда двигаться и какие задания выполнять. Это может быть волшебный экран. Ну, в детском садике моего сынишки есть большой экран, где транслируются и театральные постановки, и наверняка можно использовать этот экран для того, чтобы, ну, такой большой планшет, где можно разместить фотографии, рисунки подобрать. Это, кстати, как раз минимум тех инвестиций, которые от нас с вами требуются, чтобы организовать быстро и в краткие сроки вот такого вида игры. Ну, это еще, скажем, следы очень, здесь уже, конечно, не младше, а больше средняя и старшая группа очень любит такую вот форму, когда нужно, следы можно как человеческие, птичьи, животные. Кстати, это элемент можно как раз определить, кому, птицам или животным, да, следы принадлежать. Или какое-то загадочное существо, здесь у них фантазия играет, конечно, неуемно, можно кого угодно персонажам представить. Или, скажем, тайники. Ну, вот когда я, скажем, уже знакомилась с этой методикой и какие-то привносила свои элементы, в том числе воспитание собственного ребенка с играми с ним, здесь, конечно, важно не переборщить все, что способствует безопасности ребенка в жизни, ребенка и прочее. Ну, вот, например, я с удивлением обнаружила, что можно положить, скажем, в контейнер какую-то записку с указателем, да, с подсказкой, привязать неточку и вывесить за окно, да, вот это очень опасно, конечно, здесь всегда взрослый должен присутствовать, может быть, не обязательно вывешивать за окно, как это в некоторых методичках рекомендуется, но вот спрятать, вытянуть из какой-то емкости и прочее, то здесь уже вы включаете свое воображение и внимание. Какие задания можно предложить деткам в зависимости от их возраста, от их уровня подготовки, которые, конечно, лучше вас, педагогов, воспитателей, никто не знает, это могут быть, еще раз говорю, простейшие кроссворды, которые предполагают уже с помощью педагога уметь вот записывать, умение уже букв, букв должно быть, или мы знаем, записываем на первых парах, это может быть сборка пазлов, конечно же, пазлов можно от простых, там, от трех-четырех, скажем, трех-четырех лет, и вот до тех крупных, которые на рисунке вам представлены на слайде. Это может быть лабиринт с элементами соревновательности, беревки преодолеваем, тоннель, некоторые какие-то сконструировали из мягких деталей, конструктор, то есть все, что позволяет им и физически двигаться, комментировать то, что они делают, задавать вопросы и прочее. Или, скажем, зеркало, пожалуйста, буквы расположены в таком зеркальном отражении, и детки могут угадывать эти слова, понимая, что, допустим, следующая подсказка их может ожидать в шкафу или под столом, или на полочке. Массу можно придумать тех заданий, которые и интеллектуально, и с точки зрения речи обогащают наших детей. Что лишнее? Здесь уже, посмотрите, основа логического мышления присутствует. Что лишнее из того, что изображено? Или можно составить небольшой рассказ, потому что мы подобрали минимуму, можно, картинок, которые сюжет могут развить дети и пересказать своими словами с учетом вот их маленького, но все же имеющегося речевого опыта. Мне вот очень нравится цветик с несветик, когда и повторяем цвета, то есть ранее изученные, и есть сердцевинка, круг с бабочкой или с буквой, которая известна, и мы подбираем лепестки тех изображений на вот эту букву. Следующее задание, скажем, фея танца, здесь мы можем, исходя из сюжета, ну, в частности, вот фею взяла, можно взять там белоснежку с ним, с ним гномиков, да, если сюжеты сказок уже известны, можно взять бабу-яву, пожалуйста, золушку и так далее, там, где, опять-таки, персонаж может пропустить тех детишек, которые под музыку могут перевоплощаться в других персонажей сказок и, соответственно, решать те задания, которые вы им представили. Обычно алгоритм, прошу прощения, обычный алгоритм работы над тем программным содержанием, игры, которую вы планируете у себя представить, конечно же, может состоять из больших этапов, этапов, нежели я вам предложила, но я считаю, что здесь нужно еще помнить о том, что как педагог, воспитатель, ну и, соответственно, дети, должны понимать четкую цель игры, к реализации, к которой они стремятся. Ну, например, найти сокровище пирата, да, или спасти принцессу. Те материалы, которые вы используете, может быть, даже и с костюмами, с какими-то атрибутами, а все должно соответствовать тематике. Ну, это такой своеобразный вызывает интерес, и сама подготовка уже к этой игре детишек настраивает к тому, чтобы мотивировать их к этому. Ну, мотив, как вы помните, он лежит в основе любой деятельности, в том числе речевой. Конечно, при подготовке к такого рода мероприятиям мы должны учитывать и индивидуальный подход, личностные, поведенческие особенности детей, еще раз повторяю, есть активные, есть более скромные, есть тихие детки, никто не должен быть обделен вниманием в этом квест-игре. Запрещается, конечно, использовать, еще раз повторяю, задания, которые могут потенциальную угрозу для здоровья детишек представлять, безопасность для нас превыше всего. Эстетическая привлекательность, положительный, эмоциональный фон тоже могут создать, скажем, декорации, музыка, какие-то дополнительные атрибуты, которыми либо детский сад, группа располагает, либо, я думаю, взрослые родители всегда помогут, если где-то повлекают очень интересные игры. Конечно, важно придерживаться принципа уважения личности ребенка, заставлять кого-то что-то делать, петь, танцевать, разыгрывать роль, если малыш робок или застинчив, конечно, нельзя. Здесь мы, опять-таки, учитывая роли ребенка в игре, должны индивидуально подходить каждому из них. Ну и когда вы разрабатываете сценарий квест-игры, я думаю, что можно и нужно внедрять разные виды деятельности, поскольку однообразные задания дети дополнять устают, им это становится неинтересно, и это соответствует их психолого-возрастным особенностям, нужно продумать что-то разное, отличающееся, контрастное, чтобы они не уставали удивляться, конечно. Ну и продумать временные интервалы, в то время, когда детки могут выбрать задание и при этом не потеряют интереса к нему. Я предлагаю на основе обобщения имеющегося материала методического, научно-методического из того, что я изучила и ссылочки в конце нашей встречи к той литературе, которая последнего времени представляет с моей точки зрения интерес, достойно внимания, не только, конечно, я обобщила в следующих слайдах и не пересказывая, а еще раз повторяю, вам даст возможность загрузить этот материал, вы его, пожалуйста, используете, примеры тех квест-игр, которые сейчас актуальны, скажем, в программах детских садиков и в младшем школьном возрасте, например, экологическая проблематика, она тесно связывается с воспитанием уже с этого возраста экологической культуры, для детей средней и старшей группы, формируя задачи, которые, естественно, рассчитаны на разностороннее развитие личности ребенка, я опять-таки акцентирую в рамках своей темы сегодня заявленной, связанной с речевым развитием, оно, безусловно, в задачах должно иметь свое место. Вот, какие могут быть, ну, я сценарий здесь вам тоже дальше представляю, какие могут быть примерные задания в квесте, которые, с одной стороны, мало времени занимаются, с другой стороны, активно повлекают, и плюс разные виды деятельности здесь затронуты. Это и хлопайте, топайте, да, когда нужно что-то угадать, и тут же либо похлопать, либо потопать, и подобрать, конечно, удачные, эстетические, выверенные картинки. Вот, в данном случае, визуально перед вами этот материал представлен. Можно к заданию второму, опять-таки, с сознанием природы связать задание с сознанием жилищ, животных, да, это, с одной стороны, пополнение лексикона детишек, когда мы, скажем, дупло начинаем отличать, детишки говорят, это дырка в дереве, да, нет, это не дырка, это дупло, чем отличается, скажем, берлога от норы, мы уже им поясняем, мы показываем, да, иллюстративно, чем домик от собачки, то, что дети называют конуру, отличается от домика для пчелок, улей, а вот за счет вот этих синонимичных рядов и такого семантического поля жилища животных мы способствуем, конечно же, пополнению лексикона, активного лексикона ребенка, связанного вот с темой, которую мы сейчас с вами рассматриваем. Можно продолжить, опять-таки, в рамках данной темы знатоки природы, да, связанной с экологией, доведем чистоту. С одной стороны, можно это связать с возможностью и таким воспитанием потребности ребенка к порядку, к дисциплине, к чистоте и в сказочной форме, конечно, это мы представляем и стараемся убирать вокруг себя все то, что разбросано. Далее можно связать эту же тему с нашим веселым огородом. Отвечая на вопросы, которые педагог может им задать и с опорой на иллюстрации, задействовать их также и в создании чучела, которое бы защищало огород, и персонажи, похитители, овощи в саду, тоже пополняем лексикон, кто ест яблоки, кто, почему пропадают фрукты, ягоды, как можно выдумать, назвать вот этих зверушек. Мы с вами также расширяем семантические поля, которые в возрасте от трех до шести лет активно пополняются за счет того, что дети узнают из окружающей действительности. Безусловно, без обращения к сказочным персонажам было бы неинтересно. Можно к старичку или совичку обратиться для того, чтобы знать его рекомендации, советные о том, как вылечь природу. Детишки с удовольствием делятся своим мнением, высказывают свои позиции и если это на улице, скажем, детском саду, мы можем с вами перейти к тому, чтобы что-то полить, где-то убрать мусор, где-то определить, какое дерево и прочее. То есть вот мы как раз обучаем основу экологической локтуры. Ну и последним, скажем так, звеном, в зависимости от той группы, в которой проводится эта игра, мы можем закрепить физически и создать вот такую полосу препятствий на свежем воздухе, веселые игры, если предполагается, конечно, и по времени года, в сочетании с циклентальными заданиями и с вопросами. На мой взгляд, это сочетание разных видов деятельности, конечно, было бы идеальным для того, чтобы квест продумать. Сейчас очень актуально стало и в программах тоже, дошкольного, школьного возраста, это, конечно, соблюдение правил дорожного движения, материала очень много в интернет-пространстве, если его отфильтровать и подобрать именно те актуальные для соответствующего возраста, можно тоже продумать сценарий квеста игры, который позволит нам с персонажами из разных знакомых уже нашим детишкам сказок или мультфильмов принять участие в игре «Совет и светофор». Следующий квест, например, основанный на математических знаниях. Можно, ну вот я, например, прошу прощения, взяла очень известную естественную всем сказку уже с семейного воспитания, то, что Голобок это уж наш семейный персонаж практически, и мы с ним пытаемся вернуться к бабушке и девушке, поставить такой обратный квест не из дома к лисичке, а вот наоборот. Следовать с этим хитрым персонажем по сказочному лесу и выполнять задания с теми, кто встречается к Голобку на пути. Здесь вот обращаю ваше внимание как раз и математические основы, и там по размеру понятийное мышление мы с вами развиваем и читаем вслух какие-то поговорки, начинаем обращать внимание на пословицы, мы можем сакцентировать внимание на красивых метафорах, которые тоже будут от времени будут зависеть и всего того, что будет актуально на тот момент проведения квест-игры здесь и сейчас. Возможно, это зима, возможно, осень или весна. В любое время года будет играть только на вас, главное продумать этот сценарий. актуальным становятся и спортивные квест-игры, скажем, Бабыга против. Всегда Бабыга у нас была отрицательным персонажем, на этот раз можно представить ее как укравшую олимпийский огонь. Кстати, олимпийскую символику дети могут уже осознавать и знать, что есть помимо медалей, помимо кубков, наград в спорте, есть еще то, что является атрибутом олимпиад. Можно составить загадки о летних видах спорта, можно сделать подбор по лекарственных растениях, может быть, вместе в рамках проведения сценария нарисовать плакаты об опасности для здоровья, скажем, приятных привычек. Дети ведь все видят о поведении взрослых, они попробуют свои отношения уже сейчас. Какие-то увлекательные спортивные игры, эстафеты сочетать еще раз повторяю с теми заданиями, которые играют на речевое развитие. Ну, поскольку сейчас очень актуальными становятся воспитания детишек, развитие, скажем, этнических, основ этнической культуры, основ межкультурной коммуникации, основ толерантности, поскольку я из города Уфы и представляю Башкортостан, я вот на примере квест-игры по следам башкирской сказки Курая. Ну, можно взять любую, конечно, другую сказку. Я делаю ссылочку на то, где представлены методические рекомендации в списке литературы. Тоже вам еще раз напомню, мне очень понравилась, конечно, разработка руководителя проекта Егорова, которого представлена квест-игра «Хочу все знать». Там несколько дается методических разработок. Ну, вот, скажем, башкирская сказка Курая. Вот я вижу уже по составу слушателей, здесь из разных регионов есть представители, которые могут, естественно, скажем, сказки северов, народов севера наших, сибирские сказки, удмуртские, других республик. То есть много очень возможностей здесь тоже приложить к тому, что мы рассматриваем с вами такую технологию, потенциал, который вы можете использовать, конечно, в зависимости от ваших целей и задач. Ну, вот, скажем, пройдемся с вами по следам башкирской сказки «Курай». Естественно, здесь дается иллюстративный материал, на основе которого мы эту проводим квест-игру. Какими можно задаться целями? Конечно, создаем условия для развития речи детей. я бы эту квест-игру, конечно, делегировала для детей старшего дошкольного возраста и, наверное, ученика младших классов по мотивам этой сказки. Задачи бы я сформировала следующим образом. Решать познавательные задачи, развивать коммуникативные навыки через монологическую, идеологическую речь и способствовать формированию готовности детей к совместной деятельности, развивать умение договариваться, самостоятельно решать какие-то спорные вопросы, уже в этом возрасте закладываются основы. Реквизиты, какие можно представить для игры, конечно, презентация, ранее продуманная, карту-план, прохождение испытаний, картинки, можно с опорой на любой сюжет сказки, который вы избираете. В частности, здесь можно выбрать картинки с изображением просеки, опушки, поля, тропинки, поскольку здесь мы определяем правила, поскольку у нас будут задействованы музыкальные инструменты, можно заранее позаботиться о том, как звучит тот или иной музыкальный инструмент, ну и, конечно, визуальный материал, ну, например, ход игры, который представлен вам от задания к заданию как раз по этой сказке. Ну, во-первых, посмотрите, визуально мы имеем возможность увидеть башкирский костюм, мы знаем, что юношей или молодых людей в башкирских сказках называют ЕГЭТ, уже пополнение лексического фонда наших детей, и вот мы с этим персонажем путешествуем, спасаем, помогаем ему и пополняем свой лексикон. Ну, скажем, вот такие знания детей, или мы закладываем их, чем отличаются чаще от просеки, просека от полянки, тропинка, что такое опушка, все это дети должны видеть и знать, да, то есть на изображениях четко представляем, что такое просек или чаще. И с каждым, вот в каждом задании мы таким образом представляем визуальный материал, подбираем простые вопросы по уровню развития наших детишек, проводим эстафеты и можем передвинуться по назначенному маршруту. Ну, скажем, следующее занятие, задание на внимательность. Уже, кстати, вот при поступлении в школы, я попутно просто прокомментирую, чему способствует решение вот таких задачек на внимательных, вроде простейшего начинаем. При поступлении в школу у детишек, психологи, например, задают вопрос, да, назови члена твоей семьи, то есть сын твоего отца, но не твой брат, задают обычно мальчиком, или дочь твоей матери, но не твоя сестра. Вы знаете, когда я задаю этот вопрос студентам первых-вторых курсов, дети сидят тут, студенты первых курсов, и когда я им говорю, что при поступлении в школу задают эти вопросы, на внимательность, они очень удивляются. Видимо, сами они не проходили пока такой тест, но, во всяком случае, у нас вот уже при поступлении мой сын проходил через такие испытания в обычную школу. Например, вот есть не самое высокое дерево на данном изображении, но и не самое низкое. При этом это не береза и не ель. Понятно, что ребенок убирает уже яблоко и должен объяснить, мотивировать это, потому что как раз логическое мышление, оно предполагает реализацию через речевое. Что касается, опять-таки, это все идет по мотивам сказки Пурая, что касается следующего задания, то это, конечно, и зрительное восприятие, умение находить и различать изображения. Вот ЕГЭТ, наш персонаж, молодой человек встретил вот таких животных и нужно назвать, какие животные живут в лесу. И сколько таковых животных они, например, наблюдают на данной картинке. Вместе мы считаем. Конечно, дошкольной, старшей группы эти задания достойны. Следующая остановка у нас по маршруту креста идет река. Мы продолжаем решать логические загадки, направленные на анализ, сравнение, обобщение, на то, чтобы, опять-таки, задуматься над теми вопросами простыми, которые требуют, конечно, выбора того ответа, который рассчитан и в этом возрасте. Килограмм лепешек или килограмм камней тяжелее, да? Безусловно, ребенок задумывается. Следующее, вот то, что касается музыкальных инструментов, можно заранее позаботиться о том, как звучит клей, татутка или пурай, как раз тоже элемент национальных музыкальных инструментов, которые позволят нашим детишкам уметь не только отличать, но и уже уважать свою культуру. Культуру, пусть даже если ты не принадлежишь национальности башкирской, но живешь в республике, ты уже уважаешь своего соседа, своего одногруппника, одноклассника, которые вот национальностью могут отличаться, но мы все говорим на едином русском языке, который позволяет нам объединять интересы, знания о разных народах и культурах. Конечно, это здорово. Следующее задание, которое также рассчитано на расширение семантического поля жилища. Ну и здесь нам, педагогам, воспитателям, конечно, нужно вспомнить, в каком интересном доме или жилище предпочтет жить ЕГЭТ в Башкортостане. Вот что такое первая картинка дома. Мы с вами должны вспомнить, конечно, что есть такое жилище, как на картинке 2, ВИКВАМ, там живут индейцы, в третьем домике хата, хата, там жилище в украинцах, или, скажем, юрта, четвертая, это вообще таким названием можно назвать жилище почевых народов, скажем, тюрков, в частности, башкир, татар, или вот на пятой картинке чун, где живут это жилище северных народов, или иглу, жилище тоже северных народов, как правило, снег, глина, такую вот временную постройку делают во время охоты. Конечно, такие интересные энциклопедические знания, они угощают и общие фоновые знания детей, и, безусловно, пополняют лексикон ребенка. Завершая маршрут, дети, такую шкатулочку, которая первоначально была дана с волшебными камушками, персонажа сказки Шурале, отдалют Егыту, то, что помогает ему выйти из леса, и молодой человек Егыту благодарит ребят за спасение и подводит итоги. Ну и, конечно, подводя итоги, мы не забываем каким-то образом детишек награждать, как это уже в поле вашего зрения находится. Ну и завершая, скажем, разговор о технологиях игры, как квест, я не могу не сказать о том, что сейчас очень популярно становится на детских праздниках, когда дети, родители организуют своим детишкам дни рождения, когда в детских садах или в школе, тоже в младшем, в школьном звене, детишки любят, когда обращают внимание на день их рождения, и если это сопрягать еще и с такой умелой организацией праздника, и вот такая услуга предлагается, скажем, сейчас компания продвигает как-то детский квест на день рождения. Можно, конечно, это организовать и самостоятельно, да, в рамках группы в школе или в детском саду, и тоже, конечно, воспитатель для групп должен креативно составить такой сценарий, где уже наш именинник становится главным героем сюжета. Здесь, я думаю, не только положительные эмоции мы создаем для того, чтобы участники это ощутили, но и формируем навыки культурного поведения вот в том микросоциуме, как школа или группа, и закладываем навыки культуры речи, такого положительного отношения друг к другу. Какими могут быть задания на вот такой детский день рождения, Миниевский квест, понятно, самые различные, я могу вам такую подборочку представить из того, что есть, и я перечисляла при комментировании предыдущего своего иллюстративного материала, все, что под рукой имеется, бантики, карандашики, мешочки, карту составляем или логические задачки продумаем, все это может быть задействовано для того, чтобы провести максимум получасовую вот такую игру, которая, конечно, принесет всем не только эстетическое удовольствие, но и поможет и коллективу сплотиться, и речь пополнить новыми элементами, языковыми единицами, не только на уровне слов, но и высказываний, ну а также проявить, конечно, основы культуры поведения, речевого поведения в социуме. На следующем слайде я представляю вам те источники, ту литературу, минимум, да, которые можно уже с сегодняшнего дня зайти в интернет-пространство для себя, скопировать или использовать в своей методической работе. Ну и благодарю вас за внимание, буду признательна за вопросы, пожелания или, может, рекомендации и за обсуждение того материала, которому я сама не безразлична и элементы, которые пытаюсь использовать и воспитание собственного ребенка и с удовольствием делюсь с вами. Пожалуйста. Спасибо. Есть ли какие-то вопросы? Так. С какого возраста можно проводить квест-игры? Вот я сейчас вижу вопрос уважаемой Ларисы, да, Суворовой. Я думаю, можно уже с 3-4-летнего возраста, основываясь на простейших заданиях, связанных, скажем, с составлением пазлов, с ответами на вопросы, с игрой персонажей, сказок, а буквально на 10-15 минут эти элементы всегда можно ввести и в прогулке на улице, и в комнате игровой, или даже на музыкальном занятиях. То есть младшего, школьного возраста, я думаю, вполне элементы могут быть востребованными. Еще, пожалуйста. Спасибо, благодарю. Благодарю. Еще раз повторяю, что материалы вы можете для себя загрузить и использовать в своей каждодневной работе. Спасибо. Спасибо, спасибо большое. Мне очень приятно было познакомиться. Спасибо большое вам за поддержку. Для меня это действительно дебют, несмотря на 27-летний стаж работы в системе высшего образования, но мне всегда очень интересно работать с коллегами. А если дети родились в другом государстве и родители дома говорят не на русском, как сохранить изначально культуру сказок? Если ребенок в семье общается на родном языке, это замечательно, просто потому что мы теперь в основном в домашнем семейно-бытовом общении пытаемся общаться на том языке доступном, скажем, превалирующий русский, межнациональный, скажем, в нашей республике. Но и в нашей республике есть очень много семей, которые поддерживают национальные традиции, продолжают общаться на, скажем, родном, башкирском, татарском и других языках, национальности, народа и этнос, из которых проживают у нас в республике. Их более ста. И честь и хвала, конечно, таким родителям. Вот как сохранить культуру и уважение к другим сказкам, я думаю, здесь можно всегда сравнивать сравнение персонажей разных, сравнение их действий по сказкам. И это помогает сопоставлять, это, кстати, тоже основа понятийного мышления, сопоставлять, сравнивать, находить общее. Ну, почему? Потому что я, как филолог, еще могу сказать, что есть такое понятие, как бродячие сюжеты сказочные. Если мы сравниваем даже сказку про трех богатырей русскую народную, у нас обязательно параллельно находится в башкирских народных сказках, которые можно сравнить с батыр и добром молодец. Батыр, богатырь, вот вам еще лексическое идет пополнение словарного запаса. Вот это уважительное и толерантное отношение, которое важно уже сейчас воспитывать с возраста детсадовского. Еще раз повторяю, можно в сравнении и сопоставлении представлять деткам. Ну и, конечно, иллюстративный материал, потому что в этом возрасте наглядность очень важна и играет роль. Вот. Некоторые делятся уже с тем, что есть, кто-то использовал, молодцы, здорово, я очень рада, очень рада. И количество малышей может быть в квесте. Если мы их разбиваем на команды, на группы, я думаю, 3-4 малыша в одной команде, но команд, как правило, в зависимости от того, сколько у вас в группе, да, детишек? Ну вот, у меня ребенок ходит в группу, где 40 человек, но не все 40, безусловно, бывают. Но, предположим, даже если 20, то, пожалуйста, 4-5 команд. Но я думаю, для воспитателя контролировать, отслеживать уже будет сложновато. Если еще помощник воспитателя принимает в этом мероприятии участие, то, я думаю, 3-4 команды это как раз вот та золотая середина, которая позволит контролировать и уложиться в то время, чтобы детишки не потеряли интерес. Так. Сравнение с поставлением всегда имеет эффект усвоения и восприятия. Так. Да, 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 да. С девиантым поведением совершенно верно. Идеи такие, кстати, есть, они не на вы. Ну, вот какие виды преступления можно найти в сказке «Красная шапочка» совершенно верно. Можно продумать это как юридическое сопровождение, да, можно это и адвокатов найти среди детишек. Ну, в подростковом возрасте сценарных разработок и трансформаций может быть большое количество, поэтому вот Елена Кузнецова, я очень даже вашу идею приветствую, это интересно и есть. Уже я встречала в интернете «Изучай подростковый дискурс», вот это один из проектов был, с которым я занималась со своей аспиранткой-ученицей, она защитила кандидатскую диссертацию, и на это обращали внимание, у нее было среднее школьное звено, ну, мы в виде квест-игры это не проводили, но вот элементы дискурс развития были уже в подростковом возрасте. Хорошо, спасибо, спасибо большое. Так, еще есть у нас вопросы? Нет, да? Ну что ж, я очень благодарю аудиторию за поддержку, за понимание, за советы, рекомендации, благодарности, постараюсь учесть это обязательно и при подготовке следующего материала, надеюсь, он будет востребован, актуален и интересен, как и сегодняшняя наша встреча. Большое вам спасибо. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok